Я несла вам черти что околесицу. Зарекалась ворон, а говно не клевать. Это дичь, понимаете? Давно хотели попробовать эти корма. А есть ли у вас антибиотики в кормах? Бывает, конечно, обидно за то, что на тебя льются всякие помои, причем совершенно ни за что. Сколько нам занес Богданович? Кому верить, кому нет, специально собирая бабло за это дело. Глазовский комбикорм, где он и о чем вообще речь? Я бы обязательно извинилась. Мы такую работу проделали по поводу комбикормовых заводов. Он бы немножко булки-то поджал. А сейчас мы будем тестировать этот корм. Так какой же корм лучше? Южная корона? Или может быть старая добрая курина? Или может быть Богданович? А? Принимаю ваши поздравления. У нас появился Богданович. Будем разбираться. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами. Будет интересно. По поводу того канала, который вы сказали, тестирует комбикорма. Я уже сказал, ну многие знают, что у меня не совсем однозначное отношение к этому каналу. Ну по поводу Южной короны, раз что-то опять тема идет. Для меня как бы они несколько прояснили, до конца обозначили свою сущность что ли. Когда сделали ролик про глазовский комбикорм, я вам уже рассказывал, что глазовский комбикорм менеджер заходил ко мне с просьбой про сделать положительный отзыв, положительный ролик на их бэйби суперчик, что-то такое, бэйбичик или корм, да? Они зашли ко мне с предложением. Ну и естественно сделать это не безвозмездно. И я им написал, что я сделаю только объективный, и устраивает ли их это или нет. Ну они хотели, чтобы он был только в позитивном ключе. И вот после того, как на канале тех блогеров вышел ролик как раз об этом комбикорме, и вышел он как раз где-то через месяц после того, как заходили ко мне с предложением. Я предполагаю на 100%, чтобы к ним тоже зашли с подобным предложением. Так вот после того, как у них вышел ролик, где этот комбикорм чуть ли не на голову раздел Богданович, это было из комментариев, которые писали, для меня стало лишний раз очевидным, что люди эти пришли на YouTube зарабатывать. Пришли на YouTube зарабатывать, и не для того, чтобы нести объективную информацию, и как бы вести канал ради того, чтобы просто вести канал. Просто это дополнительный вид заработка. Ну как бы само то, что они там уехали в деревню, забомбили там бизнес, как бы уже предполагают, что они там решили делать на этом бизнес, а YouTube решили, видимо, сделать дополнительную заработку. Так вот, тест этого комбикорма Глазовского показал мне лишний раз, что это люди очень такие скользкие, скользкие, которым доверять вообще не стоит. Поэтому к каким-либо тестированиям от этого канала я не могу относиться вообще объективно и никому не советую. Друзья, всем привет! Всем привет! У нас новая, никогда не рассмотренная нами тема, очень животрепещущая и для птицеводов самая главная, это комбикорма. Ладно, шутка нерассматриваемая, понятное дело, что это видео тоже будет в том же самом плейлисте, который вы должны были посмотреть. Это называется «Чем кормить бройлера». Это видео отнесется к этому плейлисту. У нас случилась несказанная удача. На нас вышел человек, зовут его Вячеслав. И этот чудесный человек помог нам в приобретении комбикормов. Как вы думаете, какой компании? Компании? Пагданович! Это для нас удивительно на самом деле и, конечно же, приятно. Мы давно хотели попробовать эти корма и так как этот завод и вообще все дилеры этого завода находятся от нас крайне далеко. И без их содействия мы никак не могли бы попробовать эти корма. Вот случилась с нами такая удача, и один из дилеров, Богданович, поспособствовал этому событию. Дальше расскажет Александр, который почему-то заткнулся и решил все свалить на меня. Да, так, какие тут вопросы возникают? Сколько нам занес Богданович? Ну, этот вопрос нужно адресовать к каналу, созвучному с названием канала «Тупица домашняя». Вот автор этого канала уже там рассказывал на своих стримах, оказывается, что нам занес Глазовский за положительный отзыв на их комбикорм. Почему мы это вот как мы узнали? Нам пишет подписчик, спрашивает, ребята, а где у вас тест Глазовского? Я говорю, секундочку, а что там с Глазовским? У нас не было Глазовского. Как не было, вам даже Глазовский заплатил за положительный отзыв. Да, серьезно? Мы начали разбираться, смотреть. Оказывается, действительно, 4 месяца вещает о том, что нам занес Глазовский за тест их корма. И поэтому нам верить нельзя. Да, и поэтому наш обзор на южную корону – это просто фикция, это фальсификация, и нам тоже южная корона занесла. И вот теперь у меня главный вопрос – сколько же занесет нам Богданович, мне интересно. Льется вранье откровенное в том плане, что мы тестировали хотя бы просто Глазовский комбикорм, чего мы не делали. И не только в этом, там со стримов просто цитируют наши годичные ролики касаемо комбикормов, выбора содержания премиксов, водянки, СВС, которых у человека не было. Он писал нам в переписке, что это такое, мы никогда не сталкивались с этим. А сейчас он с уверенностью рассказывает вам, что такое СВС и водянка, когда сам в хозяйстве своем это не встречал даже. Так что, друзья, вот и подумайте, можно ли доверять человеку, который на 4 месяца подряд долдонит вам одно и то же, даже элементарно не проверив правильность и верность своего вранья изначального. Понимаете? То есть говорить он может только две вещи. Первое, что увидел в наших годичных, ну уже старых, к сожалению, заново мы не выпускали на эту тему роликов. И в этих роликах вот то, что он увидел, и то, что ему, я не знаю, как ему так пришло в голову-то. Можно удариться, наверное, башкой у пола, вот так вот тебе вот пока померещилось, что кто-то что-то рекламирует, обвинить людей во лжи, обвинить, сказать, что доверять им нельзя, потому что они продались Глазовскому. Ребят, короче, мы Глазовскому продались, сами не знали того. Глазовских глаза не видели. Но, почем мы продались Богдановичу, вы должны обязательно уточнить, утупиться. Так что уточняйте у клоуна, сколько нам занес Богданович. Он наш бухгалтер, и только он знает, сколько денег у нас в кармане. Поэтому пускай еще раз пересчитает, посчитает. Считать он умеет, мы видели в его видео. Дважды два равно шесть, запомните это. И с надменной, уверенной мордой можно спокойно вещать вам все что угодно, любую лапшу на уши. А мы вам расскажем то, что мы знаем и то, что мы сейчас имеем возможность попробовать. Это корм Богданович. По поводу приобретения корма, мы вам можем показать документы. Мы оплатили полностью стоимость корма и стоимость доставки. То есть, в принципе, выгодность всего мероприятия для нас, она очень сомнительна. Мы могли бы за эти деньги купить корм, который есть в нашем регионе. Или со скидкой, с неплохой договориться с Южной Короной. Я думаю, они не отказали бы. Но так как мы давно собирались протестировать этот корм, и если вы помните, у нас были подозрения в плане лекарственных препаратов в этом корме, у нас сейчас на руках есть паспорта качества живые, за которые мы боролись, бились и за ними бегали. И, соответственно, мы покажем эти паспорта вам. Вы все сами посмотрите. Ну, сейчас мы будем тестировать этот корм. У нас в инкубаторе как раз партия, которая будет выращиваться на этом корме Богданович, в параллеле, вот там, если видите, видно, нет, не знаю, у нас есть партия небольшая корма пурина. Будем опять сравнивать с пуриной. Южной Короны у нас, к сожалению, нет, чтобы сравнить, но вот с пуриной будем сравнить. Пурин у нас как, так скажем, эталон идет. Вот в данном, в данных экспериментах вот этого года. Ну, потому что вам всем знакомы пурина, по большинству случаев. Вы понимаете, что ждать от этого корма. И от пурины легче всего отсчитывать. Хуже пурины, лучше пурины. Это как бы как точка ориентира. Мы не говорим, что пурина – это самый лучший идеальный корм, и больше вообще искать никогда ничего не надо. Ну, это хороший корм. Ну, знаешь, хороший, южный корм тоже хороший. Да, южный корм тоже хороший. Ну, и Богданович хороший. Как можно? Вот, да, мы сейчас будем проверять, смотреть. На самом деле, я начал уже кормить. У меня есть партия цыплят, которые начинал я, их мешал, пурина, южный корон, остатки у меня были. И сейчас они у меня, им 30 дней, скоро будет, вот через два дня. И они сейчас у меня на ПК-5 еще. Чет кого? Пурины, фу, пурины Богдановичи. То есть, ты все перемешал? Да, я в этой партии все перемешал, получается. Вот, по, значит, как сказать, по консистенции корм мне вот уже, мы потом покажем его, мне нравится. Такая плотная гранула, нету пыли вообще, ну, по крайней мере, знаете, как наравне с пуриной, наверное. Такая же по плотности и по структуре гранула. Ну, и пока что мы можем еще... И по запаху приятное. В общем, пока вот первое впечатление положительное. Как всегда мы друг друга перебиваем. Три месяца срок годности, имеете в виду, три месяца. Это меньше, чем у пурины. Да, и у южной короны. Меньше, чем у южной короны, у той и другой по шесть месяцев. Вот, ну, короче, у нас на канале, вы сможете посмотреть теперь новую. Называется, знаете как, зарекалась ворона, говно не клевать. Понимаете? И мы опять в эту же самую лужу, так скажем, садимся жопой. Мы опять начинаем тестировать комбикорма. Кто бы нам умный человек не говорил о том, что заканчивайте с этим... Заманали вы, неинтересно вас смотреть. Хватит уже всех этих экспериментов. Занимайтесь своим делом потихонечку, понемножечку. Да. И все равно получается... Больше разговоров про жизнь, про, я не знаю, про что-то, про природу, про погоду. Вы замучились своими комбикормами. Ребят, но мы обязательно начнем разговаривать за жизнь, когда перепробуем все комбикорма, да? Буквально через 20 лет на нашем канале. Бузенька наша будет показывать уже нас, старичков, которые будут говорить за жизнь. Да, да, да. Если доживем. Если доживем, да. Так что... А, вот, вспомнил, вспомнил, вспомнил. Сразу же, вот, прям сходу, претензия богдановичскому комбикормовому заводу, прям вот с лета. Ребят, ну вы издеваетесь. Ну, какие 40 килограмм? Посмотрите на престарелого, уже больного человека. Ну, какие 40 килограмм? Ну, тяжело 40 килограмм таскать, разгружать машину. Кстати, корма нам прислали 2 тонны. 2 тонны прислали. Или 2 ровно. 2 ровно, да, вот. Блин, тяжеловато, 40 килограмм таскать. Еще получилось так, что машина не подъехала непосредственно к воротам, высокая была. Мы там, ну, пришлось поносить, в общем. Вот. 25 килограмм, вот самое то, вот, честно. И еще момент такой, понимаете, да, если это не 2 тонны. Да. У вас не 2 тонны, мы и человека тоже нанимали, да, одного. А если это 2 тонны, а если это даже 5 тонн, вот так. Это же просто технический, один не разгрузишь, сдохнешь где-то на 3,5. Может быть, мы неженки просто этого, как у городского ныло говно, а настоящие, настоящие сельские парни... Настоящие сельские парни в 40 лет уже однозначно только нанимают или забивают болт на все это и бухают на перекрестках. Не надо нормальных сельских парней. Не все, не все, ну зачем ты так все? Нет, ну не все, но, честно тебе сказать, 40 килограмм, ребят, ну, друзья, ну, я не знаю. А чем-то, наверное, это оправданно все-таки. Может, затраты на тару как-то или что-то нормировкой дозирования вот этого корма. Как это вообще? Да фиг его знает. Да нет, ну, в принципе, 40-то тоже как бы, ну, терпимо, не проблема, но 25 комфортнее. В плане спины, спина скажет спасибо за 25, чем за 40 больше. Так что вот так, такие новости у нас. Мы говорили о том, помните, что мы не особо доверяем производителям кормов, которые говорят о том, что у них даже в старте нет антибиотиков. Помните? Мы об этом говорили. И до сих пор мы от этого не отказываемся. Сомнения есть у каждого. У каждого из вас. У нас в том числе, да. Мы такие же обычные птицеводы, которые тоже сомневаются. И когда ты пробуешь несколько, около 10 комбикормов, в которых в старте есть антибиотики и кокцидиостатики, тебе сложно представить, чтобы такой же результат мог давать корм без антибиотиков и кокцидиостатиков. И до сих пор, неважно, есть у вас паспорта качества на руках или нет, вы не можете быть 100% уверены в работе ничьей, кроме своей собственной. Поймите, да? Это разумный человек должен понимать. Мы рады, что мы могли встретить на своем пути птицеводческом такие корма, в которых нет антибиотиков и кокцидиостатиков, по заявлению производителя, внимательно, да, что может удостоверить нас в наличии или отсутствии антибиотиков и кокцидиостатиков в кормах. Это независимая экспертиза и анализ этих кормов. Мы боимся антибиотиков и кокцидиостатиков в кормах. Почему? Потому что мы боимся, что остаточное количество этих препаратов останутся в мясе, которое мы будем потреблять. Мы и наш ребенок и, короче, люди будут потреблять. Да? Мы именно этого опасаемся. По большому счету, будь у нас на руках доказательства о том, что ни тот препарат, ни другой, ни какой-либо другой еще плюсом не остается в мясе готовой продукции, значит, мы с вами успокаиваемся по этому поводу и просто спим спокойно. Правда? Дальше нас этот момент может не беспокоить. И если даже с антибиотиками и кокцидиостатиками в стартах мы получаем чистую, отличную продукцию с гораздо большим качественным выходом, то, в принципе, без этих препаратов в конечном результате нас этот факт может и не волновать особо сильно. Что мы можем сказать на данный момент? Южная корона у нас не содержит антибиотиков и кокцидиостатиков по словам производителя. Так это или нет, мы можем с вами как-то проверить, как-то, да, пока мы отставляем этот вопрос. И я думаю, что мы с вами его рассмотрим подробно. Вот. И нет ни в старте, ни в росте, ни в финише, нет. В Богдановиче есть только старт, да, как бы и... Но пока 5 и пока 6, да. Да, два вида разновидностей. Не в том, не в другом форме. Пока 11 у них есть антибиотика. Это на индейке, да. Да, в бролевном нету. Вот. Ну, как заявляют. Второй корм в нашей птицеводческой практике, который не содержит лекарственные препараты. Я, честно говоря, больше не знаю никаких. Ты знаешь, Натурина, помнишь, говорила, что она не содержит? Говорила, да, но там содержит она. Ребята, у них есть премикс в кормах. Называется МКорма, мне помнится, компания. Да, помнишь? И мы... Альбацин, что ли? Звонили на эту компанию производителя премиксов. И мы, к сожалению, не можем вам рассказать то, о чем мы с ними разговаривали по просьбе этой компании. Да, то есть, ну, с человеком. А потом оказалось, что, в принципе, компания и не скрывает особо, что действительно в премиксе есть антибиотики. Это Натурина. Ну, где еще Бест, якобы? Ну, а сначала, как бы, вы не увидите в паспорте качество, не видите ничего, кроме указания премиксов. Кстати, да, Тупица Домашняя пересказывает наше видео с размахом примерно в год с отставанием, наверное, да? Ну, идет так. Уже, ну, годичной, правда, давности уже, но вы можете посмотреть ее подробно. Да, ссылочки будут в описании. Вообще, плейлист комбикорма, чем кормить бройлеры, да, если это условно называется, там все это рассказано, разжевано подробнейшим образом, да? И про премикорм, и про ребят, которые просто ошиблись, и про все на свете. Так что, если вы не хотите слушать выдумки и фантазии, что мы рекламируем Гладзовский, что мы там еще что-то там, еще что-то такое восхитительное делаем, чего мы в жизни никогда не делали, вы можете просто зайти и посмотреть годичные, правда, давности видео, но там прямо вот, ну, смотря, знаете как, какой рассказчик вам больше нравится. Вот если вы хотите, чтобы тот рассказчик вам рассказывал, можно его посмотреть, текст один и тот же. Можно посмотреть нас год назад, можно посмотреть его сейчас. И, в принципе, одно и то же. Главное, чтобы информация, доходящая до вас, была правдивой, честной и вам полезной. Вот. На этом мы и строим свой канал и свои видео. Вот такая информация у нас, новый корм на тест. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, все расскажем, все покажем. Друзья, не хотелось, конечно, заострять внимание на этой теме, уже давно пережеванной, давно уже нами оговоренной, в общем-то. Есть что сказать, много чего есть, что ответить, и есть во что носом торгнуть, но хочется этим заниматься. Нам, на самом деле, не хочется. Бывает, конечно, обидно за то, что на тебя льются всякие помои, причем совершенно ни за что. Но вы же умные люди, вы же можете отличить, когда вам врут откровенно, да, когда специально преследуют какую-то странную, непонятную цель. Может быть, это как это, убрать своих конкурентов? Оклеветать. Ну, просто оклеветать должно быть тоже еще под цель какая-то, да. Не могу это пока объяснить. Слава богу, вы голосуете своими просмотрами за того, кто вам больше нравится, и спасибо вам большое за это. В общем-то, не стоило нам, наверное, касаться опять этого персонажа юмористического. Нет, ну вопрос это задают нам, понимаешь, подписчики в комментариях и в личной переписке спрашивают, что за глазовский комбикорм, где он, и о чем вообще речь. Ну, ребят, всем, короче, за раз мы в этом видео стараемся ответить по этому поводу. Ну, а на месте клоуна, на месте, значит, тупицы домашней я бы обязательно извинилась, да. То есть я оклеветала людей на основании ни пойми чего множество раз, не утвердившись, не удостоверившись правдивости этой информации. Я несла вам черти что околесицу, многие, ну, долгие стримы. И, в общем-то, очень кичилась этими с теми моментами, которые я, как сыщик, расследовала, кто там что за что поимел, потому что мне зашли. Вы знаете, такие фирмы, которые хотят рекламу за деньги, просто так никому не заходят, понимаете? Они знают, на что канал способен, а на что нет. Вот к нам почему-то никто так не приходит. К нам приходят с предложениями, купите, а мы вам поможем там доставить, или мы вам дадим какую-то там скидочку. Но мы знаем, что у вас будет независимая экспертиза. И мы говорим, ну ладно уж так и бы, вот так происходит это на самом деле. А к нам не зайдет никто, кто хочет за деньги ложный отзыв. Потому что они прекрасно видели отзывы до этого, да? Что мы, извините, Маркором, который нам предоставил партию на замену, ты помнишь? Ну, мягко, скажем, засадили в итоге, получается. Но так потому что вышло, на самом деле. Мы с удовольствием, это отличные на самом деле люди вообще. Но так вышло, и мы не можем вам наврать просто потому что. Вот. А там знают Глазовский, куда надо зайти, чтобы все хорошо было. Поэтому тоже выводы-то свои делайте. Что с вопросом премикорма? Год назад я сказала уже, что люди просто забыли заменить сертификат. Кто этого не знает на платформе. И человек, доверившись этому сертификату, сделал ошибочное мнение по поводу того, что у него все чисто и хорошо в кормах, и он может пока пятом кормить и забыть. Ребят, нет в этом ничего такого, мы все ошибаемся. Ты просто говоришь, ох, блин, ребят, здорово, хорошо, что ты нам сказала об этом. Ты нам сказал об этом. Спасибо, да, будем знать, что сертификат может быть и на торговой точке, просроченной, старой. И рецептура может измениться и забыть, вам рассказать забыть об этом могут заводы. Никто никогда не говорит ни о каких заговорах, ни о каких умышленных каких-то там еще вещах. Давайте так. Хоть раз. Хоть один божий раз. Человек привел вам доказательства. Видео, аудио о том, где мы говорим, что все комбикормовые заводы врут, что они кого-то обманывают. Мы такую работу проделали по поводу комбикормовых заводов. Вы можете это все видеть в плейлисте, чем кормить бройлера. Но при этом, несмотря на наш канал, человек абсолютную дичь несет вам в эфир благополучно множество раз. Ну как, несмотря на канал, если он цитирует прям дословно все наши выводы по водянке и по Сыту, ой, по Сыту и по СВС. Содержание бройлера в клетке также видео с нас скатано полностью. Да там темы стримов даже, они все прям вот пересекаются с нашими видео, которые мы пускали ранее. А самый прикол, что используются даже фразы и выражения, которые мы использовали в своих видео. С тем же прямикормом. Ему даже неудобно становится, когда его об этом спрашивают. Ему видно, что он как бы чужую тему рассказывает про водянку, про СВС. Но его кабинет ломает, в принципе, от нас. Я понимаю, что у них личная жизнь с женой, видимо, не складывается. Что та начала на подлете банить всех вас за наши упоминания. Но я ее тоже могу понять как женщину. Больно-то хочется, чтобы мужик-то твой на пену-то исходил после стримов. Нафиг оно сдалось. Но смысл, короче, в другом. Я хочу сказать, что ему достаточно было просто признать, что он ошибся. Да? И все. Нет. Мы засовываем язык в жопу. И вся наша была наша вся прыткость в обсуждении о том, какие мы коварные, сколько мы денег поимели с... Как это корм называется? Глазовского, да? Как мы там вообще вас всех тут имеем, специально собирая бабло за это дело с комбикормов и вам рекламируем. Это дичь, понимаете? И когда человек несет дичь, он понимает это головой, разумный человек, логичный, правильный человек, он что сделает? Он скажет, ребят, я погорячился на самом деле, я там не видел, не понял, ни об этом мне сказали, не проверил информацию. Поэтому забываем эту тему, больше я в этом канале не говорю, меня они бесят, все еще все равно. Но при этом я могу признать, что данный момент за ними замечен не был. Все. Ну и снова, кому верить, кому нет, сколько у человека стоят анализы? Анализы птицы его, помнишь? На антибиотики-то сколько? 300 рублей сначала было, потом подорожали в разговоре, стали стоить полторы тысячи, да? Да, что так. А вы в лабораторию позвоните и узнаете, сколько они стоят. И кто тут врет, сразу будет прозрачное видно. Мы рекламируем Глазовский. Посмотрели наш канал, вы увидели, что мы Глазовского в памяти не видали никогда, да? Слушайте, вот есть он, нет его, уже давно, это позавчерашний день былого какого-то птицевода, понимаете, относительно никакого. Вот, потому как вот даже приехав на завод, у меня уникальная возможность, например, приехать на Южную Корону. Я им такие вопросы задам. Да, тут даже производство не пытается. Глаз задергается. Где этикетки, которые они внесли изменения? И, кстати говоря, имейте в виду, на этикетках они не обязаны ничего прописывать. Да, нет такого закона. Что это за глупость? Они в паспортах качество могут прописать, а на этикетках нет закона, что обязывающего прописывать чего-либо. Сейчас, Бусенька, подожди секунду. Ну вот, и ситуация в том, что я бы обязательно задала вопрос. А есть ли у вас антибиотики в кормах? А зачем вы стали добавлять антибиотики в кормах, если у вас не было раньше, а сейчас стали? А сколько и какие вы добавляете антибиотики? Почему вы решили, что без антибиотиков корма меньшим спросом будут пользоваться? Или в чем основа там этого, да? То есть у меня бы мужчина-то не развалился так просто. Вот честно. Он бы немножко буки-то поджал и стал бы разговаривать с тобой как с равным, а не как с каким-то непонятно кем, кому я не разрешила даже снимать на заводе. Что значит не разрешить снимать на заводе? Ты человека приглашаешь. Я вот уверена почему-то, меня Южная Корона приглашает, я бы везде залезла. Я бы у них посмотрела, что в бачках в туалете валяется, понимаете? Какие упаковки, а какие у химии. Не то, что я такой Д'Артаньян, а то, что видео-то ни о чем, понимаете? Ни о чем. То, что они ошиблись заменить сертификат, было известно еще сто лет назад, да? Уже мы разговор вам предоставили и все сделали. Что этот завод, он вообще на заводе был-то? Вот просто. Или завод со стороны снял и заперся с кем-то в кабинете, с каким-то человеком, который не сильно его уважает по всей позе, да? Ну вы же должны уметь читать немножко позу человека. Так разговаривают с меньшим по рангу, с кем-то там, кто не достоин того, чтобы ты хотя бы сел нормально. Вот так я считаю. Ну извините, если это моя слишком глубокая психология, которая никому не нужна, да? Все, короче. На этом мы с вами прощаемся. Я думаю, что наша поязица по этому вопросу вы поняли. Я надеюсь, вы ее приняли. И на самом деле я даже не очень хочу услышать от вас комментарии, что вы думаете по поводу этого всего обсуждения. Потому что я понимаю, что это мелко и глупо с нашей стороны обращать внимание на трепло и тупиц домашних. Я абсолютно с вами согласна в этом вопросе. Поэтому индивидуально в видео мы, конечно, не будем записывать про этого клоуна. Вы все это видите прекрасно сами. Но есть очень много у него, как сказать, людей, которые, чье мнение для нас имеет значение. Да, они тоже у него на канале сидят. И когда они хлопают в ладоши при виде никакого абсолютно никакой работы блогерской, коей мы считаем, ну по нашей оценке, да? Ну для нас это, конечно, неприятно. Но это снова же, да, это если ходить туда и смотреть. Мы не будем ни ходить, ни смотреть, дабы не терять свою самобытность. И не тратить свои эмоции на пустое место. Так что за вами выбор, как всегда. На чьем канале вы будете и с кем вы будете общаться. Всего доброго. Здоровья вам. И прошивтицы. Пока.